По плану детские голоса в этом здании должны зазвучать уже к концу этого года. На сроке сдачи дошкольного учреждения в Кудепсте под угрозой срыва. Подрядчика предупреждают, в течение недели нужно нарастить темпы работ. Руководство строительной компании обещает нанять субподрядчика, увеличить рабочие смены и закончить строительство объекта вовремя. Но даже если подрядчик не сдержит слова, детский сад на 280 мест в Кудепсте все равно откроется в срок, уверен глава города. К сожалению, на мой взгляд и на взгляд министра строительства Краснодарского края очень непрофессионально ведет дело. И мы несколько начали сомневаться в том, что он сможет в срок ввести в эксплуатацию данный детский сад. Естественно, что детский сад очень нужен для города, очень нужен для жителей Кудепсы. Этот же подрядчик занимается строительством детского сада и в Лазаревском районе на улице Колорашев к концу года должно открыться дошкольные учреждения на 360 мест. И там тоже отставание от графика. Подрядчику предстоит наращивать темпы и на этом объекте. Они должны ликвидировать отставание, подготовить гарантийное письмо и подготовить план финансирования. Если этого не будет, будет рассматриваться вопрос о дальнейшем финансировании этого объекта. Сказочный домик. Именно так по проекту должен выглядеть детский сад Дагомыси на 180 мест. Его строительство началось в конце прошлого года. Работы шли по графику, но свои коррективы внесла непогода. Из-за стихии сейчас строительство идет почти с недельным отставанием. Ситуация, по мнению власти, не критичная, но подрядчик обещает в ближайшее время войти в график. Увеличим количество людей. Будем работать неурочное время. Организовывать двухсменную. Дорожная карта, которая есть у каждого объекта, помогает отслеживать графики строительства. На ней прописаны сроки окончания каждого этапа. От закладки фундамента до благоустройства территории. Ликвидировать отставание в строительстве этих трех важных для города объектов подрядчики должны до 20 июля. В этот день пройдет повторная проверка. И если строители к этому сроку не исправят ситуацию, то объекты отдадут другим подрядчикам. Но так или иначе, уверены в администрации города, более 800 юных сочинцев встретят Новый год в стенах новых детских садов. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ.